Самое главное, чтобы было видно мои волосы. Приступим! Ребят, всем привет! Я так соскучилась, господи, как давно я этого не делала. Сегодня я пришла к вам с некими новшествами относительно ухода за волосами. Почему новшествами? Начнем с того, что я покрасилась. Ну, покрасилась я еще перед Новым годом и как-то не освещала, это не говорила. И возможно сейчас кто-то из вас даже не понимает, о чем вообще идет речь, так как практически окрашивание незаметно. У меня сделан шатуш плюс контуринг. Но окрашивание я делала где-то в ноябре месяце, примерно плюс-минус, и за этот период цвет уже немножечко достаточно так вымылся. Но когда я делаю какую-то красивую укладку, все это наружу, все окрашивание выходит, и его становится более заметно. Его становится более заметно. Так говорят вообще. Дело в том, что у меня всегда были длинные русые волосы. Они отдавали таким золотистым, рыжеватым оттенком, и я всегда боялась их красить. Я всегда боялась их именно осветлять по причине того, что у меня был такой страх, что все уйдет в желтизну, в рыжину. Но тогда я не знала о том, что за блондом можно ухаживать, или он не будет уходить в эту желтизну. Но я понятия не имела, как это делать. И тут мы с моей подругой решили просто параллельно пойти и покрасить. Она в своем городе, я в своем городе. И, собственно говоря, да, я на это решилась, и я безумно рада, я безумно счастлива. И теперь, попробовав уже такое легкое окрашивание, мне кажется, для первого раза это то, что нужно. Я хочу покраситься больше в блонд. Не уходить полностью в блондинку, но добавить больше белых прядей. И летом, думаю, я этим займусь. Ну так вот, к чему вообще все это видео? Дело в том, что когда я покрасилась в блонд, самый первый вопрос, который у меня стал, а как за ним ухаживать? Ведь те прядки, которые у нас были осветлены, по сути, все, они пустые, там нет ничего. Мы с вами и так знаем, что, грубо говоря, у нас от корней, вот вся наша длина, это, можно сказать, уже мертвый волос. Но мы за ним ухаживаем, мы делаем его более гладким и т.д. и т.п. Но как же ухаживать за вот этим осветленным, пустым волосом? Что делать, чтобы он был хорошим? И я помню, как после окрашивания я пришла домой, я взяла вот эти белые прядки и начала их щупать. Несмотря на то, что мне нанесли уже потом уход, я заметила колоссальную разницу, потому что волос, он даже на ощупь стал другим, он стал более суше. И вот тут я поймала маленькую панику, как человек, который всегда просто всю жизнь, сколько он отращивал волосы, следил за тем, чтобы волосы были ухоженными. Я этого испугалась. И тут, конечно же, я начала изучать, как ухаживать за блондом, что нужно делать, как правильно мыть. Конечно же, мой мастер в салоне, она мне объяснила некоторые правила ухода за блондом, но мне этого не хватало, потому что сразу я сейчас покажу средства, которые мне дали в салоне, которыми я пользовалась, пользуюсь до сих пор. Но я понимала, что конкретного этого ухода мне не хватает, и мне нужно что-то еще. Итак, приступим к моим любимым баночкам. Начнем сначала с шампуня. Самый первый шампунь, который мне продали сразу в салоне, я не знаю, что это было, маркетинговый ход, или действительно у меня его порекомендовали искренне, но я им пользуюсь до сих пор. Тут 250 мл. Сейчас я покажу баночку, сначала хочу объяснить, что как. Моя мастер посоветовала мне color shampoo. Сейчас я вам его покажу. Вот так он выглядит. Можете уже здесь заметить, сколько его осталось с момента окрашивания. Я покрасилась в ноябре месяце, как я уже говорила. Что я могу о нем сказать? Моя мастер не предупредила, наверное, меня о том, что этот шампунь вымывает волос до скрипа. Но она заранее предупредила меня о том, что он очень хорошо вымывает волос. Но я не подозревала, что так сильно. Объясню. Этот шампунь, у него такая достаточно гелеобразная текстура. Он очень тяжело пенится. Но я его использую сейчас где-то примерно раз в неделю, два раза в неделю, потому что лично мне очень тяжело пальчиками, когда волосы уже мокрые, вот пальчики просто даже засунуть туда, так как он вымывает действительно до какого-то скрипа. И твои руки, они просто вот здесь на лбу, и они дальше не проходят. Потому что вот этот шампунь, он настолько... Я даже не знаю, что он делает с волосом. В общем, невозможно. Я не знаю, как это писать реально. Просто невозможно промыть. Но вымывает он действительно хорошо. Моя мастер, конечно, порекомендовала вообще этот шампунь разводить с водичкой из-за того, что он плохо пенится. Но я так не делаю, так как я пользуюсь им буквально там раз в неделю, два раза в неделю, чтобы просто как-то хорошенько очистить кожу головы. Честно, я осталась довольна. Несмотря на то, что достаточно дискомфортно промывать волос, результат мне нравится. В одном из своих видео я уже говорила о том, что длину волоса точно так же нужно промывать, как и корневую часть. И вы можете посмотреть это видео. Там я рассказываю, я даже привожу пример. Наши волосы, они собирают всю вот эту пыль с улиц, точно так же, как наше лицо. То есть, когда вы проходите по улице, где летает вот так пыль, проезжают машины, сейчас весна. Недавно у меня даже был случай, я стояла на пешеходном переходе, я всегда отхожу подальше от дороги, мало ли что. Но сейчас вот эти брызги, я отхожу еще дальше, я стояла, и я прям чувствовала, как от колес распыляется брызг, брызг, и попадает мне на лицо. Я просто резко отвернулась, чтобы у меня ничего здесь не оседало уже на лице конкретно. Ну так вот, на волосах это все тоже оседает. И поэтому, девочки, мальчики, пожалуйста, не забывайте про свою длину. Ну представьте, она у вас забита грязью, пылью, которую мы не видим, мы не ощущаем. Так вы еще и не промываете, и еще сверху добавляете какие-то кремовые текстуры, масла добавляете, а потом удивляются, почему волос сухой. Ведь я пользуюсь увлажняющим, питательным уходом. Ну, это тоже нужно учитывать. Конечно, тут есть еще много нюансов, но, пожалуйста, учтите этот момент. Как мыть правильно волосы у меня тоже есть в одном из видео. Итак, переходим к следующему шампуню. Так как я не могу вот этим шампунем мыть буквально каждый раз свою голову, у меня встал вопрос, а какой же шампунь тогда купить? И я решила поэкспериментировать. Да, я могла обратиться к подругам. У меня очень много подруг, у которых осветленные волосы. Честно, я очень люблю тестировать разные продукты. Я прям это обожаю. Это ко мне. Обращайтесь, пожалуйста, протестируем. И знаете, так получилось, что я прихожу в магнит косметик. У меня очень большой магнит косметик в доме находится. И там огромный выбор шампуней для окрашенных волос. Я взяла самый первый попавшийся, прочитала. В принципе, мне понравилось. Думаю, why not? И знаете, он мне зашел. Это шампунь от Estelle. Выглядит он вот таким образом. Он тоже для окрашенных волос. У него очень приятная душка. Я очень люблю, когда даже шампунь, несмотря на то, что он потом вымывается, мы наносим какой-то дальнейший уход. Я люблю, чтобы шампунь, он тоже вкусно пах. Ну так вот, он идет с сохранением цвета. Я очень рассчитывала на этот шампунь для того, чтобы вот эта белизна сама не вымывалась, сохранялась как можно дольше, больше. Но я начала замечать, что этого недостаточно, и цвет действительно начинает вымываться. И тогда передо мной встал вопрос, что же делать? И моя мастер после окрашивания, она меня предупредила, что раз в 2-3 месяца нужно будет приходить на такую процедуру, как тонирование. Вот. И я уже на него записалась. На мою длину волос данная процедура в этом салоне конкретно стоит 4 тысячи рублей. И у меня на работе очень много девочек, коллег, которые тоже как-то осветлили свои волосы, какие-то прядки, тонирование, еще что-то. И они ходили на эту процедуру, и у всех достаточно негативный отзыв относительно того, что этой процедуры хватает буквально на недели-две, особенно если ты часто моешь голову. И я расстроилась. И тут моя подруга, которая очень давно уже красится полностью в блондинку, то есть там не просто какая-то техника, там Total Blonde. Она мне сказала, Алия, а ты почему ко мне не обратилась и не спросила? Ну так вот. И она научила меня тонировать волосы в домашних условиях. И знаете что? Вот этот блонд, который у меня сейчас, вот эти прядки, я не знаю, как будет на видео, потому что видео само я еще буду красить, скорее всего. Но они были более такого пшеничного, что ли, оттенка, но благодаря вот этому оттеночному шампуню, который я вам сейчас покажу, я смогла его вывести в более такой белесый. Белесый. Откуда я вообще взяла это слово? Короче, вы поняли? Вот такой шампунь. Я думаю, многие его видели, слышали о нем. У меня конкретно идет Silver Blonde. Это серебристый оттенок. Тут прямо так и написано, что он для нейтрализации желтизны. Я помню, когда я первый раз пошла за шампунем и вот смотрела вот этот. Вот этот шампунь я тоже видела, но я не понимала, потому что, знаете, там был серебристый блонд, седой блонд. И я не понимала. Ну, то есть я помою голову, и что? О, я стану резко седой, или а вдруг это как-то не так отразится на моих волосах, мне не понравится. И я не стала рисковать. И тут вот моя подружка, она меня научила делать что? Мы берем свой обычный привычный шампунь. Первый раз просто промываем голову. На второй раз мы выдавливаем шампунь. Допустим, вот на мои волосы я беру там вот такую вот капельку шампуня, и туда я добавляю вот этот шампунь. Конечно, когда она мне рассказывала об этой технике, она рекомендовала там добавить буквально 2-3 капельки вот этого шампуня в свой основной, дабы потом не ходить с фиолетовыми волосами. Я попробовала первый раз так сделать, и не заметила совершенно никакого эффекта, и приняла решение, что в следующий раз я добавлю еще больше. Ну так вот, сейчас вот этого шампуня вместе с этим я делаю буквально 50 на 50, и тут уже я начала видеть действительно какой-то эффект, и мне нравится. И я помню, когда я даже смогла вот свой, получается, такой более пшеничный оттенок вывести уже в такой блонд-блонд, ко мне прям подходили девочки и спрашивали, а ты в итоге сходил на тонирование что ли? И я такая, нет, я сама, я все сама. Так что да, я советую, мне лично нравится, меня устраивает, не знаю, возможно, кто-то сейчас захейтит эту технику конкретно, скажет, что это полный бред, но лично у меня работает, мне нравится, меня устраивает, поэтому вот как-то так. Далее я хочу перейти к основному уходу. Если с мытьем головы мы разобрались, то, конечно же, когда мы осветляем волос, самое главное, это что правильно, это уход, и сейчас к нему мы с вами медленно и переходим. Вот такая маска для окрашенных волос. Я не знаю, как точно читается, по-моему, тут написано Amethyst маска Color, потому что у них есть для разного типа волос, по-моему, маски, конкретно вот моя, я ее покупала в том же салоне, в котором я окрасила волосы, и вот это уже вторая упаковка, и мне действительно нравится эффект, реально нравится. Даже если вдруг моя мастер пыталась продать мне эту маску просто потому, что им нужно ее продать, несмотря на это, я ее реально рекомендую. Как она мне сказала, так как это мой первый блонд, естественно, меня бы все это посвятили, что нужно обязательно ухаживать за волосами, и всегда нужно делать маску. То есть если раньше, допустим, когда-то, когда у меня был свой природный цвет волос, я могла там, допустим, одну помывку волос добавить просто с кондиционера, а потом уже в маску и как-то чередовать, то теперь маска – это неотъемлемая часть каждой помывки головы. Потому что, еще раз говорю, у нас волос пустой, осветленный, он все равно иссох, и его нужно как-то подпитывать, поддерживать, чтобы у вас просто все не отвалилось от того, чтобы пересохло нахрен. Ее нужно оставлять буквально на 2-3 минуты, но, честно признаюсь, я держу ее намного дольше, и я бы не рекомендовала так делать с абсолютно каждыми масками, потому что есть маски, которые нужно выдерживать вот ровно столько, сколько на ней написано, потому что если вы передерживаете, может пойти обратный эффект. Но вот тут я ее передерживала, и, честно сказать, я не заметила того, что стало хуже. Можно, наверное, даже сказать, что стало лучше. А, и еще самое главное, тут есть ультрафиолетовый фильтр. Фиолетовая маска, да. Нет, на самом деле она белая, она без какого-то там оттенка, тоже очень вкусно пахнет, но у нее, знаете, сразу предупреждаю, такой немножечко, несмотря на то, что сладкая отдушка, она салонная. Не знаю, понимаете ли вы, когда я говорю салонная, ну, то есть химоза такая присутствует, но все равно вкусненько. Это уже вторая маска, стоит она на самом деле не дешево, скажу сразу. Первый раз, когда я ее покупала, она стоила 800 рублей, но когда я пришла за ней второй раз, спустя получать 3-4 даже месяца, представляете, вот мне хватило этого объема на 4 месяца. Сколько у нас здесь миллилитров? 250 миллилитров на 4 месяца, потом я пришла, она стоила уже 1100-1200 рублей. Сейчас я хочу вам посоветовать вот от всей души, я надеюсь, что вы понимаете, что это не реклама, потому что какая реклама на моем канале, он еще очень маленький. Я такого вау-эффекта от какой-то непонятной штучки из масс-маркета еще никогда не видела. Честно, это искренний отзыв и искренний рекомендацион. И это, тут прямо написано, волшебная вода, это ле-миллиардная вода. Я не знаю, что значит ле-миллиардная, честно, не вдавалась в подробности от Эль Сеф. Господи, вот тут прямо написано, моментальное преображение твоих волос, чтобы когда-то я читала что-то предпущающее, предпущающее на упаковке и сразу же видела результат, у меня такого не было никогда. Девочки, мальчики, рекомендую. Я заказывала на маркетплейсе Wildberries. На тот момент она стоила достаточно дешево, не могу сказать точно, но что-то в районе 500 рублей. Как-то так я уложилась, по-моему. Скажу сразу, у нее тоже достаточно специфичный запах. Он такой сладенький, но химозный. Прям вот пахнет какой-то химией. Как знаете, когда вы волосы красите, пахнет он неаком. Вот здесь как будто бы тоже что-то такое присутствует, но все равно сладковатая душка есть. Расскажу, наверное, сразу о том, как ее пользоваться. То есть все. Я помыла свои волосы дважды. Я нанесла маску, я смыла маску. И уже вот в душе, собственно говоря, это такой завершающий уход. Я промакиваю свои волосы вот таким вот методом. То есть я убираю излишнюю влагу. Далее я беру свои волосики, начиная от челки, так как у меня на челке тоже есть вот этот вот осветленный блонд. Просто встряхиваю немножечко и вот таким вот методом просто наношу. Она сама по себе очень жидкая. Ну то есть, слышите, да? Это прям вода. И чему я была безумно удивлена. После того, как я нанесла, мы такими вот жмякивающими движениями как бы пытаемся питать все это в наш волос. И тут, видимо, происходит какая-то химреакция. Мои волосы стали нагреваться. То есть вот эта водичка, она нагревается. И тут в способе ее применения написано, что ее не задержать более 8 секунд. Все, я действительно 8 секунд там пожмякала что-то, подержала. И уже на моменте смывания волоса ты чувствуешь, какой он гладкий. И честно признаюсь, я влюблена. Так, у нас осталось с вами буквально два средства. Первое средство это спрей-маска. Она вообще, вся эта линейка этого средства направлена на как раз-таки окрашенные волосы. Я тоже купила ее в качестве эксперимента. Просто взяв так на обу и была приятно удивлена, оставила ее себе и собираясь пользоваться ею потом. Далее я смотрела шоу с роговым какой-то по преображению. Они там тоже красили девочку в блонде. Там у них была вставка рекламы. Как раз-таки вот этого продукта, представляете? Я такая думаю, вау, они очень хорошие пищи, порекомендовали всем. И это вот такой вот спрей. У него кремовая текстура. Здесь написано, что это спрей-маска. У него очень приятная душка. Очень вкусно пахнет, очень сладко. И еще, что мне нравится, если кто-то из вас тоже смотрел мое предыдущее видео по уходу за волосами, тоже с моими фаворитами. Я там показывала тоже баночку такую, она такого же объема. И у нее не работал вот этот дезатор, потому что там такая тоже достаточно кремовая текстура. И она не могла выпрыскиваться. Вот здесь все работает на ура, слава богу. Мне ничего не приходится так откручивать, просто смазывать как-то волосы. Ее я наношу после того, как я уже свои волосы обмотала в полотенце. Чуть-чуть походила, чтобы излишняя влага ушла. И наношу вот это средство. Не начинаю сразу же сушить свои волосы. Я жду немножечко, чтобы оно впиталось в структуру волоса. То есть я хожу после него, оно где-то минутки 3-4 вот так вот даю волосам впитать в себя. Следующее все. Это заключительная баночка. Выключительный этап нашего ухода. После того, как вот этот крем-спрей у нас с вами впитался. Мы переходим далее, конечно же, к сушке волос. И тут я искала термозащиту. В прошлом своем видео я рекомендовала термозащиту от Ликата. И тут я решил попробовать тоже что-то новое. И я решила просто так же на АМУ поискать на Вальдберс. Я очень долго искала, не могла понять, что же мне все-таки выбрать. И тут я совершенно случайно наткнулась. Вот я признусь честно. Я жертва маркетинга. Честно. Для меня очень важно, чтобы упаковка была красивой. Если упаковка будет некрасивая, я не куплю. Понимаете? И тут у нас появляется вот такой спрей-флюид для волос. Просто посмотрите, как круто, минималистично он выглядит. Очень красиво. Знаете, у этого продукта на Вальдберс было очень много заказов. И я всегда тщательно просматриваю комментарии. Потому что очень часто можно на самом деле на маркетплейсах понять, какие комментарии были куплены, а какие нет. И там я действительно видела, что реальные люди пишут реальные отзывы. И я решила попробовать. И я была приятно удивлена. Тут тоже кремовая текстура. Очень сладкая, душка. Просто бомбовая. Знаете, сколько мне комплиментов делали по поводу того, что у меня так вкусно пахнут волосы? Это благодаря вот ему. Очень крутая термозащита. Мне очень нравится. Тут написано, что это 15 в одном. Но я использую чисто как термозащиту. Возможно, весь уход работает у меня в комплексе. Но я также экспериментировала. Пробовала наносить чисто вот эту штучку без этого. Там без этого, допустим. Я все это как-то пыталась комбинировать. И по отдельности вот этот продукт, он тоже очень хорошо работает. И да, огромная ошибка многих. Многие думают, что если пользоваться феном, термозащита не нужна. Это не так. Термозащита нужна, потому что все равно идет тепловое воздействие. Честно, я не знаю, как вы, но когда я сушу волосы, то есть корневую часть я все равно сушу теплым воздухом. Потому что, чтобы мои волосы просушить, особенно вот корневую, там затылочную часть, где у нас очень много волос, холодным воздухом, я не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы я это высушила. Поэтому я сначала прохожусь всегда теплым воздухом. И только потом уже на заключительном этапе, чтобы у нас тоже запечатить наш волос, сделать его более прямым, конечно же, прохожусь уже холодным воздухом. Вот все мои баночки, скляночки. И вот этим всем я пользуюсь абсолютно каждый день, когда мою свою голову, когда мою свои прекрасные окрашенные волосики. Рекомендацион мой личный. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что вы, как и я, перестанете бояться окрашивания, высветления своих волос и рискнете. Возможно, вам нужны эти перемены. На самом деле, хотел бы заметить, что конкретно вот это окрашивание, оно меня прям освежило. Я когда, помню, пришла на работу, когда меня увидели мои друзья, у всех был такой прям вау. Потому что были люди, которые не хотели, чтобы я красилась, потому что они переживали за мои волосы. Ведь Алья, они такие длинные. Ты понимаешь, что люди приходят в салон для того, чтобы добиться такого там цвета волос, как у тебя. Я говорю, все понимаю, мои дорогие, но я хочу. И понравилось абсолютно всем. Самое главное, что это понравилось мне. Поэтому не бойтесь, не бойтесь экспериментировать, потому что мы живем все-таки в 21 веке. И сейчас можно абсолютно за каждым волосом найти свой уход, правильно за ним научиться ухаживать. И у вас волосики будут всегда красивые и здоровые. Обязательно поставь лайк этому видео, чтобы оно у тебя отправилось в сохраненные на твоем ютубе. И если что, вдруг ты мог снова обратиться к этим средствам. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока-пока. Боже, какие громные руки, если их вперед выводить. Не могу, не знаю, как сесть. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok